Трудностями нашей судьбы и все, кто пришли сюда, они станут одной такой силой, которая даст возможность эту победу совершить. Я постараюсь быть дирижером, который настроит этот зал на эту волну победы, на волну, в которой мы должны быть победителями. Все священные писания считают, что эта жизнь предназначена только для победы. У них нет других вариантов никаких. Эта жизнь не предназначена для того, чтобы разочаровываться в чем-то, для того, чтобы страдать, мучиться и в конце концов оставить этот мир в разочаровании и страдании. Хотя все это есть. У нас есть страдания в этом мире, у нас есть мучения, и нам придется оставить этот мир без всяких вариантов. Но надо понять, что это не является тем, ради чего мы родились на этой земле. Я сейчас был на одном мероприятии, на котором я погружался в духовную жизнь. Ну, то есть, другими словами, погружался в возможность победить свою судьбу. Я находился в отношениях с очень возвышенными Личностями. Там было примерно 250 человек, и все были настроены решительно на духовную жизнь. Это было в святом месте в Индии. И во время этого мероприятия я пытался понять, как я могу быть полезен в этой земле, в этой стране, в которой я живу. И этим людям, которые пришли сегодня со мной постричаться. Это понимание пользы, оно состоит из нескольких компонентов. Первый компонент — это компонент силы. Потому что, ну, если у тебя нет силы, тогда ты никогда никому не сможешь помочь. Помощь всегда возможна, только есть сила. Сила, главная сила человека — это сила Духа. Даже когда воины сражаются, у них есть, конечно, сила техники, там, сила финансовая, там, и так далее. Но если воин не имеет силу Духа, он не сможет рисковать своей жизнью. Так же не сможет рисковать своей жизнью человек, который не понимает, зачем он это делает. Таким образом, сила состоит в основном из веры. То есть вера означает нацеленность, направленность, куда мы идём, зачем нужна эта жизнь. В чём её смысл? Какова идея жизни сейчас на Земле? Потому что идеи бывают разные. И если ты эту идею понимаешь, ты тогда сможешь помочь всем и помочь себе. Вполне очевидно, что идея жизни на Земле сейчас очень чётко определена. Если мы не научимся любить друг друга, то мы не сможем остановить ту разрушительную силу, которая сейчас развивается на Земле. Эта разрушительная сила, она действует в отношениях между разными верами. Посмотрите, то, что сейчас происходит. Люди внутри одной веры, не принимая какие-то незначительные философские различия, просто жестоко убивают друг друга. Я уж не говорю о том, что они также убивают людей, которые имеют другую веру. Понимаете, это привело к такому хаосу, что вот эта волна жестокости и насилия, она просто сейчас с огромной силой распространяется во все стороны. И даже те люди, которые совершали эту жестокость и это насилие, они теперь стали сами результатом. Они сами сейчас так же на себе терпят это насилие. Понимаете, это всё происходит из-за неприятия. Самый первый и главный экзамен, который мы должны сдавать сейчас серьезно в каждом своем сердце, потому что общая атмосфера на Земле состоит из сердец всех людей. Если атмосфера меняется, меняется ситуация в мире. Понимаете, то есть мы должны что-то понять. Ситуация в мире зависит от понимания. Если понимание меняется, тогда меняется ситуация. Например, мы приходим в гости, в какую-то семью, и мы чувствуем, что там плохо, тяжело. И мы даже не можем им ничего сказать. Почему? Потому что там плохая атмосфера. Там нет принятия. Люди находятся в конфронтации. Они не могут ничего слушать, потому что у них тяжелая ситуация. Не хватает знания. Тяжелая ситуация означает, что не хватает знания внутри. Каждый человек культивирует это знание в своем сердце. Когда в одной маленькой семье это знание уже перешло через стадию конфронтации, тогда она может взаимодействовать с другими семьями, с другими людьми. Так строится атмосфера мира на Земле. Через сначала сердце одного человека, который пытается принять других людей. Потом люди сначала ближе становятся внутри одной веры. Потом они начинают принимать другие веры. Потому что принятие другой веры означает более высокий уровень духовного развития человека. Почему люди меньше принимают друг друга? Раньше люди, допустим, в Индии, там много разных духовных течений. Люди мирно живут друг с другом. Им не нужно как-то выяснять что-то. Почему сейчас идет тенденция, что, смотрите, там в Сирии пять или шесть направлений духовных разделились, и все войны воюют между собой. Зачем? Какой смысл? Неужели невозможно в одной стране жить людям с разной верой? Неужели это надо просто делить территорию, убивать друг друга? Ведь невозможно разделить ничего. Как вот сейчас разделить Москву на православных, мусульман, там еще кого-то? Ну, представьте, как это все возможно. Люди живут в перемешку. И так это во всем мире. И сейчас пять разных группировок воюют на одной территории одной маленькой страны. Почему? Потому что они не понимают, что такое вера и что такое любовь. В этом причине. И это непонимание не касается только этой страны, потому что время показало пальцем туда. Куда время показывают пальцем, там начинается разруха. Непонимание находится на всей земле. И это также означает в вашем сердце и в моем сердце. Мы должны глубже учиться любить друг друга. В этом смысл актуальности сегодняшнего дня. И если эту актуальность мы понимаем, и мы культивируем ее внутри себя, и мы пытаемся прощать близких людей, просить прощения, пытаемся больше любить, больше принимать, потому что на земле сейчас идет конфронтация. То есть люди начинают больше не любить друг друга. У России там есть враги, у Запада есть враги, в Америке есть враги, у восточных стран есть враги. Понимаете, начинается вражда, она расширяется на всей земле. Причина этой враги – это сердца каждого и воля времени. Время сейчас хочет, чтобы мы учились любить сильнее, чем раньше. Мы должны сильнее учиться любить. Потому что доказывать всем, что мы лучше других – это не вариант. Защищать свою страну – да, защищать свою страну – да, но не только для нас, а для всех других стран также. Каждая страна будет защищать свою страну. Мы не должны думать, что кто-то в этом будет слабее. Все будут защищать свою страну, не только мы. Но есть еще вещь, которая касается всех людей на земле. Это воля времени, и она такова. Время заставляет нас учиться любить. Надо учиться, несмотря ни на какие противоречия, любить чужую веру. Потому что все началось именно с этого. Почему сейчас террористы начинают так сильно лютовать? Потому что они не любят чужую веру. В этом причина. Почему они убивают других людей? Если у вас есть своя вера, почему бы вам не верить счастливо? Зачем убивать? Но ведь не обязательно убивать. Понимаете, часто люди не любят чужую веру. Просто не любят и все. Они просто не любят и все. Иногда критикуют еще добавок. Иногда палки в колеса ставят добавок. Но это все разные стадии одного и того же процесса. Отсутствие любви в сердце. Потому что для того, чтобы любить Бога, недостаточно его любить внутри своей веры. Современное общество, современный мир означает, что нужно также его любить еще и между верами. Нужно научиться действительно принимать чужие веры. Это не значит, что надо менять свою. Нужно принимать чужие веры. Означает принимать по-настоящему. Не с какой-то, знаете, такой вот формальной улыбкой на лице. Как я знаю, присутствовал на разных межрелигиозных диалогах, на которых люди приходят и с формальной улыбкой на лице пытаются принимать друг друга. В этом принятии нет никакого толка. Что принятие означает глубокие философские, нравственные и социальные преобразования. Но все это начинается в сердце человека. Мы должны начать учиться любить друг друга. Сейчас в Сирии убивают тысячи людей. Надо молиться за этих людей, за то, чтобы в Сирии был мир. Не надо молиться за то, чтобы наши там или ваши победили. Всегда победит то, что должно победить. Это нас не касается. Должны молиться, чтобы там был мир. И в сердцах людей возникло желание любить, принимать другие веры. Потому что без этого желания мира не будет всё равно. Знания. Нужно новое знание на земле. Что Бог есть в каждой вере. Не только в моей. Но также в других верах. Это самая актуальная вещь, которая сейчас существует. Посмотрите на свою жизнь. Если в вашей жизни вы больше начали ставить условия своему близкому человеку. Если вы решили поставить точку в отношениях. Если вы больше наказываете свою собачку, своего ребёнка. Если вы склонны увольнять своих сотрудников. Или критиковать своего начальника. Если вы склонны на дороге более жёстко ввести автомобиль. Это значит, что вы не хотите следовать в ногу с временем. Это значит, что вы не выполняете его требования. И это также значит, что жизнь не будет лучше, а будет хуже. Потому что лучше жизнь будет только у тех, кто сдают экзамены времени. Если людям не хочется войны на своей земле сейчас. Есть только один способ это сделать. Это каждый день во время своей молитвы принимать близких людей. Принимать все страны, которые существуют вокруг нас. Принимать все веры, которые существуют в этом мире. Принимать означает прощать. Означает любить. Это самая актуальная тема, которая настроена, которую даст победу нашей судьбе в 2016 году. Это самая актуальная тема. Меня попросили не раскрывать всех тонкостей того, что будет в 2016 году. Да, меня попросили, сказали, что, Олег Геннадьевич, вы нас расстраиваете на таких мероприятиях новогодних. Потому что мы хотим вдохновляться, а вы нас, наоборот, расстраиваете, пугаете какими-то событиями. Но мы не хотим пугаться, мы хотим быть счастливыми. Другими словами, если у тебя воспаление аппендицита, не надо об этом говорить. Надо просто жить с этим воспалением. Ничего об этом не знаем. Как вы думаете, если впереди, допустим, на дороге небольшая горка, должен ли я понимать, что я иду в горку? Или мне надо думать, что я иду по ровной местности? Если я не думаю, что горка, значит, я не буду прилагать больше усилий, и я неожиданно устану. Вот представьте, я шёл, шёл по ровной местности, потом пошла пересечённая, и я не перестроился в своём сознании. Я смогу идти так же, как раньше? Я буду чувствовать что-то не то. Мне нужно перестроиться, по другому ритме начать идти, по-другому. Насколько я понимаю, ход времени будет таким. Кульминация разрухи в нашей стране экономической придётся на март, апрель, май следующего года. Да. Ну, то есть, самые большие трудности будут в это время. Но потом начнётся улучшение. Причём улучшение не ситуации в мире. Ситуация в мире, к сожалению, её кульминация наступит где-то в марте 17-го года. И какова будет эта кульминация, я не могу вам сказать. Есть вероятность возникновения войны. Есть вероятность, что её не будет. Я знаю уже точно, что именно там, на Востоке, где сейчас происходят события, а скорее не в этой стране, а где-то рядом будет новая вспышка, которая может дать очень большие проблемы жизни для России, для россиян. Но этого может и не быть, потому что в этом мире нет абсолютной обречённости. Всё зависит от того, как мы хотим жить. Если мы хотим мира и любви, тогда будет один вариант. Если мы будем хотеть доказать всем, что мы лучше, тогда будет совсем другой вариант. Потому что в этом мире нет лучших. Есть те, которые волей судьбы могут быть сильнее сейчас, а есть те, которые волей судьбы становятся сильнее потом. Но на любое действие всегда возникает противодействие. Если мы хотим духовности и чистоты, тогда мы должны хотеть мира. Но это не означает не защищать свою страну. Не означает. Иногда для защиты нужно нападение. Такое тоже бывает. Надо это знать. Понимаете, да, о чём я говорю сейчас? И в такие сложные периоды жизни, в которые мы живём, не любить своё правительство означает предательство Родины. Понятно, да? В такие сложные периоды жизни нужно сплочаться. Каждая страна должна быть сплочённее. Время так действует, что надо быть сильнее. Каждому из нас внутри своей страны и вместе со своей страной. Каждому из нас. Любое осуждение сейчас означает ослабление. Когда время действует тяжело, плохо, люди мобилизуются. Они должны стать крепкими. Как вы думаете, какая страна приносит войну в этот мир? Слабая или сильная? Кто считает, что сильная приносит войну? Поднимите. Кто считает, что слабая? Большинство, как всегда, считает правильно. Да, только когда страна ослабляет, тогда в этом месте начинаются военные действия. Если слабая страна сильная, кто будет с ней воевать? Кому это надо? Все воюют, когда страна слабая. Поэтому, если вы хотите мира на этой земле, страна должна быть сильной. В этом гуманизм. Гуманизм не в том, чтобы сделать ее слабой. Гуманизм в том, чтобы сделать ее сильной. Иначе мира не будет. Посмотрите, Украина ослабла в результате, где там мир. Там сейчас война. Но если бы она была сильная, разве там была бы война? Кто бы смог туда, там, что-то делать? Смогли бы ее делить на куски, если бы она, если бы Сирия была сильна? Разве там была бы война сейчас? Там идет война, потому что ее пытаются раздербанить на разные кусочки, эту страну. В этой точке зрения для сердца каждого человека должна быть очень четко определена одна мысль. Я хочу сделать свою страну сильной. Означает уважение правительству. Уважение правительства — это мое отношение к тому, что происходит вовне. Но желание мира — это суть победы. Победа никогда не возникает от желания кого-то уничтожить. Она возникает только от любви. В этом мире есть только одна сила победы — это сила любви. Другой победы не бывает. Разве является победой то, что я убиваю кого-то и потом с этим живу всю свою жизнь? Я убил, да, я стал сильнее. Вроде бы я победил, но в этом заключается победа или нет? Разве нет действия выше, чем это? Разве мир не является более правильным решением вопроса? Разве когда мы никого не убиваем, а наоборот, даём возможность всем жить, это не является более сильной победой? Разве совесть не является основой человеческого счастья, а бессловестность — основой страданий? Поэтому есть только один способ быть счастливым в этом мире. Это определиться со своим выбором. Когда время начинает сильно действовать на Землю, человек должен определиться со своим выбором, куда он настраивает своё сердце. Первое, куда его надо настраивать — на мир. означает, я не строю отношения ненависти ни с Западом, ни с Америкой, ни с Турцией. Я не хочу никого ненавидеть. Эта ненависть не приведёт к победе никого. Разве если наш народ будет ненавидеть турков, разве он выиграет в этом? Разве мы выиграем в этом? Выигрыш всегда возникает из любви. Когда есть любовь, тогда всё проясняется. Все виновные будут наказаны. Любовь скрывает всё, она ставит всё на свои места, она даёт возможность иметь место диалогу. Разделите в своём сердце действия политиков. Есть правительство, оно должно действовать в соответствии с его необходимостью. Есть правительство, правительство действует так, как нужно, для того, чтобы сохранить страну, сделать её сильной. А есть также люди, которые должны учиться любить. Допустим, если какой-то я маленький мальчик, какой-то другой маленький мальчик мне сделал больно, у меня есть два варианта. Или я буду учиться его любить, или мы будем делать друг другу больно дальше. Согласны? Но это не значит, что он не должен быть наказан. Он может быть наказан, допустим. Но это не значит, что я не должен его любить. Видите, есть административные действия, действия внешние, которые делают правительства там с разных стран. А есть внутренние действия, которые должны делать мы. Это и есть наша обязанность перед нашей страной, и это и есть наша обязанность перед нашей жизнью и перед Богом. Наша обязанность заключается в том, что сейчас в атмосфере, в которой увеличивается конфронтация, мы должны учиться любить. И все, кто... Вот теперь мое предсказание. На 16-й год. Все, кто будут учиться любить в 16-м году, будут иметь возможность финансово жить нормально. Хорошо не скажу. Жить нормально означает иметь тонкий кусок слепа с тонким слоем сыра. Жить нормально. Развиваться. Дальше развиваться. Не застаиваться, а развиваться. Решать вопросы своей жизни и чувствовать стабильность. Это мое предсказание. Итак, если человек будет способен каждый день с любовью относиться ко всем вокруг в атмосфере нагнетания обстановки, понимаете, в какой атмосфере будет проходить 16-й год? Это будет атмосфера нагнетания обстановки в мире. И в этой атмосфере, если человек будет делать то, что является дефицитом, а в атмосфере нагнетания обстановки что является дефицитом? Любовь. Если вы будете любить всех вокруг Как к вам будут относиться? Как к дефицитным людям Людям, которых мало Представьте, если вы будете сохранять Любовь в глазах, спокойствие в голосе Будете сохранять чистоту Будете сохранять нежность, верность, твёрдость, стабильность, гуманность Всё это проявление любви Разве вас выгонят с работы? Разве вас не оценят, не примут, не увидят? Не может такого быть Вы представьте, допустим Какая-то группа людей находится в состоянии очень сильного напряжения И один человек в этой группе всех любит, уважает, ценит Разве он не станет центром внимания в этой группе? Разве люди не потянутся к нему? Разве они его вышвырнут из своей среды? Разве это возможно? Знаете, что в те ситуации, когда наступает время сдавать экзамены По-настоящему сдают их те, кто перестраивается на внутреннюю жизнь На этой земле есть две фазы жизни Одна фаза жизни означает внешняя жизнь Когда всё хорошо, когда и так атмосфера мира на земле прогрессирует Воля времени такова Время так действует, что мир увеличивается на земле В это время предназначено для развития В это время можно расширять свой бизнес Брать деньги в кредит там немного Вот И развиваться, расширяться Но если вы спросите Спросите мнение священных писаний Всех священных писаний О том, является ли это самое лучшее время в жизни человека Ответ Нет Хотя люди думают, что они все ждут этого времени Когда у нас на земле будет мир Когда нам будет хорошо Когда мы сможем спокойно спать и спокойно есть И спокойно хрюкать Когда мы сможем так счастливо жить Все люди об этом думают в своём сердце Думайте, я не думаю То же самое Мы все одинаковые Но если говорить о самом лучшем времени В нашей жизни То оно сейчас наступает Вот сейчас самое лучшее время в нашей жизни Потому что оно заставит нас всех Стать хорошими Посмотрите Послевоенные годы, 45-й год Как очистилась земля Посмотрите, какие песни Какие люди, какие лица Посмотрите послевоенные фильмы Вы увидите чистоту в глазах людей Вы увидите, какие они светлые Какие они чистые Потому что страдание очищает всех Я ни на что не намекаю сейчас Думаю, тебя на 45-й год Я ни на что не намекаю У меня нет идеи, что будет то же самое Хотя хочется Ну как бы сердце иногда подсказывает Ну давайте На негативную логику всегда тянет Олег Геннадьевич, ну давайте Развивайте мысли Ну что у нас Всё? Война начинается? Нет Шестнадцатый год Будет спокойным У нас всё есть время Про семнадцатый Ничего не могу сказать В этой связи Это будет год экзамена Ну шестнадцатый Могу сказать точно Это хороший год для нас Потому что полгода Мы будем напрягаться Ещё И увеличивать силу Своей жизни Активность свою внутреннюю Увеличивать, чтобы выжить А начиная с мая месяца Россия станет сильнее судьбы По-любому Так действует время Я вижу, что Начиная с мая месяца Шестнадцатого года Мы станем сильнее Чем ситуацию Наша страна Начнёт Крепнуть Она и сейчас крепнет Но она начнёт крепнуть По-настоящему Это станет заметным Всегда, когда есть трудности Всегда Страна крепнет в это время Без всякого сомнения Но С мая месяца Начнётся укрепление И экономическая Так же Несмотря ни на что Это будет чудом Видите, как травится, да? Когда какие-то бонусы говорят Так приятно Ну, знаете, мы собрались не для этого с вами Мы собрались для того, чтобы Настроиться, что нам делать В шестнадцатом году Что нам делать Целую неделю я погружался в духовную жизнь Находясь в святом месте И каждый день Я чувствовал, что Мне не хочется заниматься Духовной практикой В начале дня И в конце дня Я чувствовал, как здорово Что я Прошёл этот день До конца Знаете, нам Мы ленивые душой Нам не хочется заниматься Духовной жизнью Но мы даже не представляем Какая сила в этом Находится Каждый человек Который сейчас попал Ко мне на консультацию Была только одна проблема Нехватка Духовных отношений Они могут быть Слушание лекций Как люди приходили Говорят Олег Геннадьевич Спасибо, мы слушаем лекции Там у нас в жизни Такие-то изменения Из-за этого произошли Это очень большая ценность Что вы слушаете мои лекции Теперь сразу возникает вопрос А для кого? И для меня И для вас Потому что Слушая мои лекции Вы даёте мне возможность Жить дальше В этом ключе Ведь всегда Есть один коренной вопрос Для человека в жизни А что Дальше В моей судьбе Этот вопрос Каждый человек Должен себе задавать Я ведь не буду Олегом Геннадьевичем Ещё слишком долго Придёт время И я поменяю тело Мне придётся Оставить этот мир И если я Принёс пользу Тем, что я делаю Значит Бог решит Что я могу Дальше делать То же самое В этом заключается Ваше благословение Ко мне Если вы слушаете Мои лекции Это значит Что вы мне позволяете Дальше Так же Служить Богу Как я служу Если вы слушаете Мои лекции И меняетесь Это означает Что вы Делайте Делайте то Что нужно В жизни Один молодой человек Ко мне сейчас подошёл И говорит Ну вот если человек Талантливый Это хорошо? Ну хорошо Вот у каждого животного Есть свои таланты Орёл очень Хорошее зрение имеет Соловей поёт Красиво Собака может быстро бегать Дерево Очень твёрдо Стоять на ногах У всех есть таланты В этом мире Но понимаете Чем человек От животного Отличается Тем Что в человеческой жизни Можно направить Свои таланты Туда Где жизнь Переходит В вечность Только в отношениях С Богом Жизнь переходит В вечность Она не переходит Просто потому Что мы занимаемся Тем Что нам нравится В вечность Услышьте Меня Дорогие Мои друзья Потому что Мне уже Бог показывал Что будет дальше Он мне показывал Уже Открывал Приоткрывал Краешек Следующей жизни Светлого будущего А приоткрывал И он его вам Знаете ли вы Ваше будущее Родитесь ли вы Дальше В человеческой форме жизни Сможете ли вы В разумной форме жизни Сможете ли вы Развиваться дальше В своей судьбе Это все зависит Только от одного вопроса Сколько в этой жизни Вы соприкоснетесь С Богом И соприкасаться С Богом Человек сам не может У нас нет силы Нас тянет Работать Любить Вырастить детей Строить дом Ехать куда-нибудь еще Смотреть О военных действиях Нас тянет Только в отношениях Со святостью Приходит понимание Вечей Понимание означает Более глубокая Платформа жизни Более чистая Более светлая Больше силы Все это идет От солнца Мы маленькие частички Бога Нам нужно Это солнце Есть разные способы Ходить на лекцию Один способ Ходить в храм Другой способ Внутри своей веры Один способ Между всеми верами Как мы сейчас Здесь вместе Другой способ Все эти способы Нужны человеку Для развития Но суть остается Сутью Ко мне пришла Сегодня одна девушка Села передо мной И я ей сказал Только одну вещь Главную Вы слушаете лекции Это хорошо Но вы в жизни Все равно Остаетесь одинокой Потому что у вас Нет духовного общения Духовной дружбы Вы слушаете Мои лекции Это хорошо Но видите Мы с вами Сидим на расстоянии Мы не можем Быть слишком рядом Потому что вас Много и один Вам нужны Духовные друзья С теми люди С которыми Вы вместе Пойдете В свою духовную жизнь В своей вере Которую Как я уже Сказал Не надо менять Ко мне сегодня Куда пришла Одна православная семья И говорит Олег Геннадьевич Вот вы написали Вот надо Строить отношения Внутри семьи Внутри В рамках Духовных традиций Скажите нам Каких традиций Я говорю У вас какая вера Они говорят У меня православная Ну вот и стройте В рамках Православной веры Свои отношения Внутри вашей семьи А как живут Ваши лекции Там все прочее А это Ваше развитие Разве Человеку Запрещено Знать Больше Чем он знает Разве Он не может Познакомиться С тем Чего он Не понимает Я вот летел В самолете В Индию Познакомился Поглубже С тем Кто такой Моисей Ну мне запрещено Нет У меня ведическая Культура Моисея Это Христианская Культура Не запрещено Нет Кто может Не запретить Изучать этот Мир глубже Никто не сможет Не запретить В этом заключается Наше отношение Если вы слушаете Мои лекции Это просто Ваше развитие Все Они для этого Предназначены Но ваша вера Остается вашей верой Вглубляйте ее Строите свои отношения С Богом Глубже И тогда Ваша жизнь Будет совершенной И тогда Вы сможете Быть успешным В жизни Тогда вы Выполните Свою миссию Перед этой землей Потому что На этой земле Сейчас не хватает Только одной вещи Это любви И любовь Бывает только От отношений Нет природной силы Любить У нас есть природная сила Брать любовь Что других Поэтому Нужно Строить Свои отношения Со святостью Как? А как Получается? Получается Слушать лекции? Слушайте Но Стремитесь Больше Пытайтесь Ходить В храм Пытайтесь Читать Молитву Пытайтесь Читать Священные Писания Пытайтесь Изучать Духовную Жизнь Пытайтесь Изучать Философию Духовной Жизни Пытайтесь Соблюдать Режим Дня Пытайтесь Понимать Как правильно Питаться Потому что Питание Или Оскверняет Человека Или Очищает Пища Должна Быть Освещенной Ее надо Кушать Перед тем Как ее Кушать Нужно Ее сначала Отдать Богу В своем Сердце И тогда Силы Становятся Больше Как одна Женщина Сегодня Спросила Как я могу Помочь Своему Ребенку Я говорю Ваша Проблема Не в том Что вы Должны Его поменять А в том Чтобы Его принять Потому что Когда вы Его приняте Ваша Любовь Будет Сама Менять Его Вам Ничего Вам нужно Только Принять Его Со всеми Его Недостатками А чтобы Принять Человека Нужна Молитва Невозможно Без Бога Принять Человека Свою Жизнь А также И этот Мир В котором Мы сейчас Живем Если вам Страшно Жить В том Мире В котором Вы сейчас Живете Это значит Что вы Не сдали Свой Экзамен Этот Мир Прекрасен Разве Плохо Разве Плохо То что Сейчас Господь Учит Нас Разве Это Плохо Это Хорошо Делает Жизнь Тяжелее Для того Чтоб Мы Учились Для того Чтоб Мы Стали Лучше Разве Это Плохо Разве Мы Мы Должны Стать Лучше Если Я Вам Не Доказал Что 2016 Год Будет Прекрасным В нашей Жизни Это Это Значит Что Я Не Способен Это Вам Доказать Скорее Всего Это Значит То Что Вы Не Хотите Жить Потому Что Жизнь Означает Наслаждение И Расслабление Жизнь Означает Сдача Экзаменов И Вот Сейчас Приходит Это Время Экзамены Сдавать Знание Поможет Сдать Экзамен Возьмите Только Две Вещи Из Этой Лекции Первая Вещь Любовь Вторая Вещь Единение Будьте Ближе К Своему Народу Мы Живем Здесь В России Это Наш Народ Надо Быть Крепче Означает Ближе Все Народы Должны Быть Крепче Сейчас В это Время Все Страны Должны Быть Сильными Если Все Страны Будут Сильными Никаких Воин Не Будет Никто Ни На Кого Не Решится Напасть Хотя Время К этому Приводит Сейчас Весь Мир Именно Конфронтацию Давайте Будем Крепче И Давайте Будем Учиться Любить Не Только Тех Кто Здесь А Также Тех Кто Там Понимаете Это И Касается И Политических Ситуаций И Религиозных Я Сейчас Вам Буду Говорить Вещи Которые Трудно Воспринимаем Сейчас В Наше Время Я Когда Приезжаю В Киев Я Также Вдохновляю Людей Быть Друг С Другом Ближе Любить Друг Друга Любить Других Любить Другие Веры Любить Россию И Когда Я Приезжаю В Бельгию Или В Германию Там Тоже Есть Слушатели Мэфрицы Но Они Жители Своей Страны Я Также Догновляю Быть Сильными Любить Друг Друга Любить Свою Страну Любить Другие Страны А теперь Кто из вас Почувствовал Что я делаю Что-то не так В этой связи Поднимите Спасибо вам большое Спасибо Я вам очень Заготаю Итак Воспользовавшись Нашим Совместным Присутствием Я хочу Сейчас В этот Такой Глубокий Для нас День Кое-что Сказать Ценное И настроить На очень Ценные Вещи Вас Всех Первое Что я хочу Сказать Пожалуйста Научитесь Понимать Важность Ритуалов Слово Ритуал Происходит От слова Рита Рита Это Санскритское Слово Которое означает Ритм Точнее Не просто Ритм А вселенский Ритм Когда Люди Вместе Собираются И попадают На правильную Волну На правильную Волну Или На правильный Ритм А точнее На тот Вселенский Ритм Который Дает Победу Тогда Эти люди Совершают Не только Очень гуманный Поступок По отношению К своей Жизни А также Очень гуманный Поступок По отношению К той Земле На которой Они Живут Именно В тяжелые Времена Самым Важным Событием В жизни Людей Являются Такие Собрания На которых Люди Настраиваются На ритм Победы Как вы думаете Сколько Лампочек Нужно Чтобы Освятить Большой Зал В зале Очень много Места Достаточно Несколько Лампочек Чтобы Был Свет Понимаете О чем Я говорю Станьте Такими Лампочками Сейчас В зале Вашей Жизни Точнее В зале Людей Ваших Окружения Ваших Станьте Сейчас Ядром Той Лампочкой Которая Будет Злучать Целый Год Свет Победы Означает Настроиться На тот Ритм Жизни Который Дает Эту Победу Победу Дают Сейчас Две Вещи Есть Внутренняя Победа Которая Распространяется На всех Людей Земли Означает Любовь Означает Принятие Других Вер Других Культур Других Стран Понимаете У нас Нет Противоречий Ни с кем С этой Точки Зрения Нужно Любить Все Вокруг Везде Такие Же Люди Разве Люди Которые Погибли Во Франции Они Менее Люди Чем Те Которые Погибли В России От Терактов Везде Одинаковые Люди Вы понимаете Люди Означают Любовь Мы должны Сейчас Настроиться На Любовь Чтобы быть Ближе Чтобы нас Совсем Не разорвало На этой Земле На кусочки Мы должны Соединяться Потому что Земля Это большой Организм Мы должны Сейчас Стать Вместе Иначе Нас Порвет А порвет Означает Будет Война И второе Когда кусочки По-любому Разделяются Каждый кусочек Должен Стать Сильным Иначе Все остальные Кусочки Его Раздавят Время Время Так действует Сейчас Что кусочки Разделяются Все страны Разделяются Противоречия Нарастают Так действует Время Никто В этом Не виноват Так действует Время И в это Время Нужно Чтобы наша Страна Стала Крепкой А для этого Каждый Из нас Должен Уважать Своё Правительство Иначе Она не будет Крепкой Крепость Идёт От руководства Одна точка Зрения Дает Возможность Выжить Земле А другая Точка Зрения Дает Возможность Тому Месту Где мы Живём Ну и Есть ещё Третья Точка Зрения На которую Я вас Сегодня Настраю Всё Что Я Сейчас Говорю Это всё Пройдёт Это время Пройдёт Эта ситуация Которая 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 Никогда Не угасает Все Виды Памяти Разрушаются Но Один Нет Маленькая Молитва По направлению Богу Маленькая Мысль По направлению Богу Которая Даёт Маленькую Взаимность Ним 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 Никогда Не забывается Потому Потому Что В отношении С Богом Действует Абсолютная Волю Ближе На этой стране А если Мы любим Людей То мы Будем В безопасности На этой земле А сейчас Я хотел бы Чтобы Эти три Силы Стали Очень Сильными В ваших Сердцах Поэтому Мы должны Сейчас Очень Сильно Потрудиться Над тем Чтобы Наше Единение Совместное Вот такое Присутствие Здесь В этом Зале Стало Очень Сильным Люди Думают Что Празднование Это Просто Веселье Веселье Будет Обязательным Сегодня Будет Спектакль Очень Красивый Вы Будете Счастливы На нем А потом Мы будем Кидаться По апельсинами Раздавать Торты И Цветы И так Далее Это все Будет Обязательно Это тоже Надо Но Люди Веселятся Когда Что-то Хорошее Произошло Понимаете Просто Так Веселиться Вот Это признак Сумасшествия Вот Я допустим Иду по Москве Начинаю Хохотать Просто Так На меня Смотрит Думает Что Он Ненормальный Веселье Означает Потрудились Получили Победу Пользу От этого Труда А потом Можно Отпраздновать Правда Ведь Отпраздновать Продолжение следует